Нельзя забывать, что несмотря на всю свою красивую риторику, господин Пригожин это классический олигарх. Пятая колонна огмеет, повторяюсь, огромную власть и силу. Да, они кивают президенту, они соглашаются с его славой, но ничего не делают. Надо понять главное, что есть единственная, полноценная и наиболее мощная опора, это армия. Сегодня проходит учение на Украине по рейтерной безопасности. Это говорит о том, что в самое ближайшее время будет предпринята ядерная провокация с нанесением удара по атомной электростанции. 24 числа состоялась неудачная попытка олигархического переворота в России, аналога февраля 1917 года. Если бы он удался, то уже 25-26 числа президент Путин был бы не изложен, а здесь в России правило бы уже некое временное правительство, представляющее собой по сути дела хунту. Которое занялось бы вопросами уже, мы бы решали вопрос прекращения военных действий, мы бы решали вопросы приватизации, решались тотального преследования путинистов, а вместе с ними всех леворадикальной и левой оппозиции, запрета Компартии и много чего другого. Вот все эти прелести. Были бы уже бессудные расстрелы, все что угодно было. Но это не состоялось. Собственно говоря, 24 июня этого года открыто начал действовать Главный фронт. 24 июня этого года всем думающим людям стало понятно, что Главный фронт здесь, что этот Главный фронт определяет все, включая и логику специальной военной операции на Украине. То, что я, собственно, вам и рассказывал еще в библиотеке Ключевского, здесь, что все определяется политикой. Теперь это стало очевидно. Ну, первое, почему так шла СВО, вот если видно отсюда. Совершенно очевидно. Почему вот так все прошло? Почему не предотвратили этот путь? Почему не были пресечены действия Пригожина? Почему после этого Пригожин на свободе? Почему после этого Вагнер еще до сих пор не разоружен? По крайней мере, данных об этом в официальных источниках нету, поэтому я говорю не разоружен. Если бы он был разоружен, то прошла бы информация. Почему по интернет-пространству идет до сих пор массированная пропаганда Вагнера? И почему до сих пор в ряде регионов России работают пункты по вербовке в Вагнер? Они до сих пор работают. То есть в мятежное подразделение после подавления мятежа открыто ведется вербовка на территории Российской Федерации. Ни много, ни мало. Это говорит о том, что пятая колонна чрезвычайно сильна, невероятно сильна. И задачу разгрома пятой колонны президент полноценно решить не может. Вот так, в виде короткого какого-то удара. Отсюда вытекает и странности СВО. Все странности СВО определяются исключительно ситуацией внутри России противоборством с этой пятой колонной. А пятая колонна, в свою очередь, ориентируется исключительно на своих западных кураторов и стремление вернуть ситуацию в России в положение, какое она была во времена 90-х и нулевые годы, когда можно было свободно грабить страну и свободно ездить на Запад. Вот так. Плюс, конечно же, и давление Запада с угрозами прямого вмешательства в таких условиях. Поэтому, когда в начале специальной военной операции наши вооруженные силы начали операцию на окружение и уничтожение ВСУ, когда ВСУ демонстрирули полную несостоятельность и какую-либо способность оказывать маломальское организованное сопротивление, наш президент был вынужден отказаться от таких действий. Это однозначно теперь видно проявление действий пятой колонны. Она заставила наше руководство отказаться от этих действий. Был вынужден наш президент уступить, чтобы страну не взорвали изнутри. И плюс, конечно же, давление со стороны Запада с угрозами начать прямое военное вмешательство. Российская армия перешла к странной войне, к выдавлению противника из отдельных городов атаками в лоб с большими жертвами. То есть от стратегии на быстрое сокрушительное поражение ВСУ с окружением и пленением без больших жертв с обеих сторон этой группировки, последующим освобождением очень короткие сроки территории Украины, где в силу небольших жертв никакого особого сопротивления не было бы, российские вооруженные силы были вынуждены перейти к стратегии изматывания и выбивания техники. То, что, собственно, мы и занимались все это время, занимаемся до сих пор. Это стало следствием вот этой действия, вот этой самой пятой колонны, которая себя сейчас проявила во всей своей мощи. Но продолжаться это долго не могло. Недовольство на фронте, в том числе жертвы, недовольство внутри страны среди простого народа, заставило нашего президента пойти на отказ от поторвств по творству. И вот то, что мы сейчас полноценно воюем и отражаем удары ВСУ, стало следствием того, что нашей армии позволили просто воевать. Еще не в полную силу. Мы сейчас можем наступать, окружать и уничтожать. Но пока мы просто выматываем врага по-прежнему. Но самое главное, мы не сдаем территории. Мы не сдаем Харьков. Мы не сдаем Херсон. Теперь по поводу разговора о том, что, ах, наша армия не может наступать. Нашей армии не хватает сил. Помните эти разговоры. Очень активно будировали, шли разговоры про то, что нельзя обеспечить снабжение. Особенно в первое время. Когда разгромили одну единственную колонну, диверсионно-разведанная группа, потому что она не была обеспечена прикрытием. И это уже сделали. Ах, мы ничего не можем сделать, снабжать войска. Все это было оправданием для того, чтобы обеспечить, так сказать, волю пятой колонны. Вот это надо четко фиксировать. Президент, повторяюсь еще раз, он не имел возможности решить эту задачу. Слишком глубоко проникла эта пятая колонна. Даже сейчас, после Путча, возможность пресечь деятельность вот этих вот пунктов вербовки Вагнера не представляется возможным. Вот это надо понимать всю эту мощь. Поэтому это надо хорошо понимать. Сейчас мы четко воочию увидели, что главный фронт не там. Франк, главный фронт здесь. И там все подчинено борьбе на этом главном внутреннем фронте. Почему они сунулись сейчас? Сложилось несколько факторов. Первое. Тяжелейшее поражение ВСУ в ходе наступления. Совершенно понятно, что ничего, никаких перспектив у них нет. И уже вот сегодня данные пришли. Даже танков они не могут послать, потому что танки либо выбиты, больше половины танков выбито. Значит, и личный состав выбит. Они посылают уже, по сути дела, людей, имеющих несколько дней подготовки и потом на убой. Эти люди стараются побыстрее сдаться, либо бежать с линии фронта. Вот, примерно, такая картина. Разговоров о каких-то успехах тоже нет. Поэтому ставка была сделана на скорейшее отстранение президента Путина от власти. Вагнер доготовили довольно-таки давно. Если вы вспомните, Пригожин выступал столько по телевидению и везде со своими заявлениями, что если бы любой другой человек сказал одну тысячную того, что он говорил, он бы уже давно сидел лет на 10 в тюрьме. У него крыша пятой колонны. Его готовили целенаправленно в качестве ударной силы, которая должна была бы снести Москву, снести президента Путина. Они были твердо уверены в том, что в результате того, что им удалось затянувший вооруженный конфликт посеять недовольство в вооруженных силах, посеять недовольство в народе, что когда Пригожин пойдет на Москву, то он получит поддержку. Как в свое время полковник Гусейнов, или как вызывали полковник Скорость. Он тоже самое шел со своей частной бригадой. Его пытались разрушить, а он шел на Баку. И высылаемые ему на встречу дивизии, переходили на его сторону. Так был приведен к власти президент Алиев, старший, а потом его сменил младший в Азербайджане. Но это же рассчитывали и организаторы госпереворота, вот сейчас. Они шли на Москву, рассчитывали, что на их сторону начнут переходить войска. А войска переходить не стали. То есть люди в армии поняли хорошо, что это идет враг. Нельзя забывать, что несмотря на всю свою красивую риторику, господин Пригожин – это классический олигарх. И он никогда не отказался бы от тех привилегий и возможностей, которые он имел. Вот это принципиально. И он шел защищать и воевать за таких же олигархов, как он. Используя своих бойцов Вагнер, как таран для этого. Значит, сколько было у них бойцов? Он говорит, 25 тысяч. Из более достоверных источников известно, что их было много меньше. Примерно 10. Реально приняли участие около 8 тысяч. На Москву реально шло, те, кто вот видели, не больше 3 тысяч. Шли они в автомобильной колонне, на джипах. Бронированных, боевых, бронированных машин, там типа «Тигр» было сравнительно немного. Танки транспортировались на гражданских трейлерах, которые использовались для перевозки тяжелой строительной техники. Они белые и красные, там были разные у них фирмы «Ман». Все это говорило о том, что они твердо были уверены, что никакого сопротивления не будет. Потому что такую колонну, если она попадает в засаду, уничтожить элементарно. Никто не видел беспилотников, боевого хранения, ничего этого не было. Они шли на максимальной скорости. То есть они были твердо уверены, что их там встретят. Не снарядами, пушками, пулеметами, а цветами. И быстренько Пригожин будет признан вот этим правительством, который придет на смену Путину в качестве владыка. А в это время, когда шел Пригожин, видимо, предполагалось, что кто-то должен был прийти к президенту Путину и попросить это решиться от власти. Но ничего этого не произошло. Президент Путин выступает с жестким заявлением. И именно 25-го числа начинается бег чиновников и других деятелей из Москвы. Они поняли, что дело швах. И те фигуры, которые, по идее, должны были бы встречать Пригожина как освободителя, вдруг на экранах телевизора появились с осуждением Пригожина в терминах нашего президента. Пригожину стало понятно, что конец. Стало известно, что к Ростову прибыл спецназ Ахмат. Стало известно, что переброшены были части этой самой чеченской спецназа и до прикрытия Москвы. Им стало понятно, что они не справятся с этим. Стало понятно, что против них могут быть брошены Кантемировская дивизия. И они будут уничтожены. Просто уничтожены. Те, которые говорят, нам не важно, как живут старики, достаточно им макарошек, чтобы жить. Это пятая колонна. Те чиновники, которые ради куша, большого куша, идут на тяжкие нарушения законности. Это пятая колонна. Вот это все мы должны хорошо понимать. Враг не где-то там, далеко на Украине. Враг не где-то там, далеко за бугром возле статуи свободы в Белом Доне. Враг, враг, возможно, сидит в соседней квартире, в подъезде, на улице, за соседним столом, в кабинете какого-нибудь большого или даже маленького начальника. Это надо хорошо понимать. Самолеты они Украину не поставляют, потому что они отчетливо понимают, что никакие самолеты ничего сделать не могут, если не будет политики дипломатического обеспечения пятой колонны. Они в этом хорошо убедились. Танки в таком количестве, 50 штук натовских танков, современных я имею в виду, было брошено на Украину как гордолок успеха, обусловлено было одним. Они были твердо уверены в том, что пятая колонна обеспечит отвод войск. А населению будет представлено, что это такие мощные европейские танки, что они заставили русских отступить. Вот был смысл. Помните Харьков? Отвод войск был организованный. Под Балаглеей оборону задержалось, держать всего отряд ОМОН, и они туда не пошли. А когда достойнейший офицер, генерал Лапет, бросил десантников, чтобы остановить наступающие украинские войска, а ведь остановили бы, его ошельмовали и выбрали с фронта. Под Херсоном. Разговорами про то, что мы не можем обеспечить коммуникацию туда-сюда. И нас сокрушат украинцы. Там был 30 тысяч человек, корпус, и 5 тысяч чиниц техники. Наша артиллерия не допустила врага даже на расстоянии 40 километров от района переправ. А только артиллерийским огнем. Они даже не дошли до огневого соприкосновения. Ну вот и сравните. Вот сейчас, здесь, когда нам позволили нормально воевать, три полка, 291-й, 70-й и 71-й, держат удар всей украинской армии, всей группировки, 600-ми танками. И ничего. Держат. Они даже предполье преодолеть не могут. Что нам мешало держать Херсон и важнейший плацдарм. Вот как работает пятая колонна. Естественно, отводы войск должны были быть каким-то образом отправлены и представлены населению страны, нашему народу. Они оправдывались. То нам рассказывали, растянутые коммуникации мы не можем обеспечить. Простите, мы живем в 21 веке, не можем обеспечить коммуникации. А как мы в 43-м году за 39 дней взяли весь этот самый Донбасс, когда там сидел вермахт. Вермахт сидел, заметьте, не ВСУ, а вермахт, имевший группировку Люфтваффес, которую тогда мы еще в небо господства не имели. А мы еще нароборолись там. И там действовали на всю глубину нашего построения, немецкая авиация бомбила наши колонны. Ничего? Нормально. А тут мы вдруг не можем. У нас колонны мешают. Мы не можем обеспечить снабжение. Плели ахинею по поводу того, что мало войск. Хватало войск. У нас было 220, у них 150 тысяч боеспособных. Все решаемо. Полтора-полуторакратное превосходство господства в воздухе. Нам говорили, могучая ПВО Украины, ничего не сделаешь. И блокировали действия авиации. Сейчас на обороне, при обороне, нам не блокируют действия авиации. Авиация действует бомбами, ракетами. В глубину территории Украины наносят удары бомбами свободного обладения, стираются с лица земли целые бригады, ну не бригады, там районы сосредоточения войск. И потерь самолетов и вертолетов нет вообще. Авиация, РЭП и эти самые, в общем так, ПВО врага полностью подавлено. Что намешало сделать это раньше? Отвечаю, пятая колонна. Это все, вот это все, заставило Запад толкнуть пятую колонну и пригожено это выступление. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем интенсивную реабилитацию Вагнера. Это то, что известно в открытом плане. А в закрытом я не сомневаюсь. Интенсивную консолидацию пятой колонны и подготовку ее к свержению действующего президента. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Этого, естественно, мы никогда не увидим. Это будет решаться, решается в очень высоких кабинетах. За очень высокими дверями, в роскошных особняках. Там все решается. А налицо мы имеем что? Мы налицо имеем то, что Пригожин начал эту операцию из-за того, что ей решили денежных средств. Контракт-то с Министерством обороны. И с 1 июля Вагнер перестал бы существовать. То есть, если какой-то хозяйствующий субъект решился дохода, контракта, то это, видимо, нормально, чтобы взять танк и ехать в администрацию, решать с танком вопрос об этом контракте. Ну, если так, следовать логике вот этих тех людей, которые так поступают. Вот это первое. Второе направление, это, опять-таки, пополнение Вагнера, работают пункты вербовки. То есть, всем сказано, что путь не окончен, идет вербовка. В-третьих, с высоких трибун, в том числе и государственных дум, высказываются мысли о том, что там ничего особенного не было сделано. Ну, как это сказал господин Картополов. Они же не хулиганили, не везде, все культурно. Ну, ничего особенного они не сделали. Ну, да, только что вы изгнали военный переворот. А так ерунда, да? Вот. Ничего особенного не сделали. Это вот это вот. Далее. Значит, идет шельмование аккуратное, ненаглое. Значит, вооруженных сил и конкретных фигур, в том числе, скажем, министра Шойгу, что он вроде как ни при чем, ничего не делал, ну и так далее, и тому подобное. Как будто бы он должен был лезть на трибуну и чего-то там размахивать руками делать. Вот этот фронт, который сейчас открылся, стал открытым, он до этого был открытым 24 июня этого года, теперь открытый, стал окончательно главным. Все, что будет происходить на этом фронте, будет определяться там. Провал на этом фронте привел к очередному витку эскалации. Он должен был к Вильнюсскому саммиту, все это к Вильнюсскому саммиту, в частности, подходил это, подобран был. Понимаете, как странно. У Вагнера все возникли проблемы, когда украинское наступление провалилось, и когда готовился саммит НАТО. Да, и учения все эти, все это, все как-то вот подошло. Вот, про учения я уже говорил, про 250 самолетов, что они готовы попытаться очистить небо над Украиной, вмешательством, все. Вот, и тут же началась, сразу же началась на Украине противоатомная, так сказать, подготовка населения, вот эти учения по случаю взрыва на Запрошской АЭС, который взорвет Россию, зачем взорвать будет Россию, уже об этом никто не говорит. Даже Гитлер, блин, ладно, отдельная статья, вот, даже вот, вот, вот таким вот образом. Что касается взрыва АЭС, то я хочу сказать, они уже настолько, так сказать, отбросили, сбросили все маски, что в сравнении с ними даже Гитлер, кажется, воевал в белых перчатках. Лукашенко, безусловно, является ключевой ролью, он главный стабилизатор. Сегодня мы можем сказать, что после того, как сначала Россия спасла Белоруссию от путча, а потом Белоруссия спасла Россию от попытки госпереворота, значит, мы реально стали единой страной, в которой просто два лидера, два лидера, единой страной. Могу сказать только одно, пятая колонна сейчас готовится к новому госперевороту, более тщательно, более основательно, это уже видно, причем маски сброшены, все уже, они готовятся открыто, вот, ну, достаточно вспомнить вот эти самые пункты, которые они закрывают, вот. Иллюстрацией тому является от того, что они готовятся, то, что пункты вербовки Вагнера работают открыто, вот. И это говорит о том, что, по моим оценкам, полтора-два месяца и будет вторая попытка свержения президента Путина. Если, конечно, если, конечно, президент Путин не решится на жесткие действия. А какие могут быть действия? Ну, в первую очередь, всех тех фигурантов. Да, кстати, обращаю внимание, когда стало понятно, что Путч проваливается, 25-го числа уже стало понятно, чиновьё бросилось из страны. Скупались билеты по цене по 200-300 тысяч рублей, даже эконом-класс, только бы сбежать из Москвы куда-нибудь, в Азербайджан, куда угодно. Понятно, что когда Путч захлёбывался, захлёбываются, бегут те, которые были завязаны на этот Путч, или которые могли бы быть подозреваемы в этом участии, в этом Путче. Сейчас они с Ирихарадовичем пытаются вернуться назад. Пытаются вернуться назад. Не у всех хватает денег. Обращаются в МИД. МИД говорит, ищите сами. Так что вот так. Это то, что сейчас прошла информация, вот, посредством массовой информации. Поэтому мы готовимся, должны быть бдительны. И в первую очередь, должны понять. Главная опора армия и президент. Всё. И народ должен консолидироваться. В противном случае не будет ничего. Ни белых, ни монархистов, ни коммунистов. Никого не будет. А белогвардейцы, которых сейчас говорят белые и красные, белые, белые, это были те, которые свергали царя. Алексеев, Колчак, они свергали царя. А красные, они построили красную монархию. Сталин был монархом. Надо это понимать чётко. Полноценным монархом. Вот. Поэтому красным монархом. Назывался он только по-другому. Вот. Поэтому сейчас идёт столкновение. Поэтому между красными и монархистами, между коммунистами сталинского разлива и монархистами конфликта нет. Нет конфликта. Я хочу запомнить, напомнить, что в Белой армии монархистов преследовали точно так же, как и коммунистов. Ну, пусть в более мягкой форме. Возвращение Дроздовский, это генерал Белой армии, писал, он был монархистом, что свои монархические и воззрения, он должен был скрывать и своих друзей, и своих друзей, он создавал подпольную монархическую организацию в вооружённых силах Юга России у Деникина. Это на всякий случай. Это писал сам этот самый, в своих записках, он погиб же на фронте. Вот этот самый генерал Белогвардейский, Дроздовский. Поэтому, вот так, комментировать не стану. Могу сказать только одно. Информация о том, что он, Сыровигин, арестован или находится там, значит, под следствием, или находится под каким-то арестом, то ли он, кто-то, Блефортова говорит, пишет, кто-то сидит под домашним арестом, всё. Значит, нет, так сказать, разной. Но вот то, что давала интервью его дочь и жена, они говорят, да, там ведутся действия, мы надеемся, что всё будет нормально. То есть, он в числе подозреваемых. А как он будет, где он там физически, не знаю. Я думаю, что сейчас конкретные решения приниматься не могут быть, ясно, потому что непонятно, что и как. Но я полагаю, что ядерная провокация может произойти, может произойти, может произойти, в ближайшие недели. Если так, как сейчас идёт, то, нет, дело заключается в том, что российские вооружённые силы могут провести наступательную операцию, потому что противник исчерпал себя, это видно. Я полагаю, ещё пару недель мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на фронте, дожидаться, пока противник выбить свою технику окончательно. Потом, если здесь, на внутреннем фронте, будет благоприятное для этого условие, мы можем провести наступательную операцию на окружение, с прорывом фронта на окружение и уничтожение этой группировки. По классике, как мы начинали. Но всё решается тем, как будет здесь. Потому что ключевой фронт здесь. Если мы здесь увидим, что мы побеждаем на этом фронте, там будет опираться на окружение и уничтожение. Если здесь враг будет одолевать, то нам придётся сдерживаться. Поэтому посмотрим, как пойдёт. Посмотрим, как пойдёт. Продолжение следует...